Явка на пленум можно сказать стопроцентная. Отсутствует двое по состоянию здоровья. Итак, отчет председателя за 2016 год. Мы этот год посвятили одной из самых актуальнейших проблем – это оздоровление трудящихся. И не только работников, но и членов их семьи. У нас у профсоюза много вопросов. Просто их не счесть. Это работа общественная. Она на общественных началах. Но она идет от души. Сердцем и душой каждого, кто здесь сидит в этом зале, независимо какой должность занимает, но старается, чтобы другому человеку помочь в самой трудной минуте. Более 30 лет Зинаида Викторовна возглавляет Одинцовский профсоюз жизнеобеспечения. Ее называют мамой. О ней говорят, пережила четыре революции и реформирование ЖКХ. И это еще не последнее. В докладе ей хочется каждому сказать спасибо. Владимиру Семенову за организацию и объективное судейство всех спортивных соревнований. За безотказность и взаимовыручку членам Теркома профсоюза Надежде Григорьевой, двум Людмилам Абрамкиной и Михалевой, Марине Липиной, Наталье Михайловой. Да разве всех перечислишь? К сожалению, колоссальная работа сферы ЖКХ не для всех заметна. Отдадим 95% на людей порядочных, работающих в наших отраслях. Людей, отдающих все свои силы для того, чтобы всем живущим на территории было удобно, комфортно, чтобы не получали весь тот комплекс услуг, причем за минимальные абсолютно деньги. Мы абсолютно не согласны, когда говорят, что очередной рост тарифов ЖКХ. Где вы видели рост тарифов ЖКХ? Мы видим только рост тарифов на электроэнергию и на газ. А наших денег там и нет практически. Мы как были, так и остаемся нищими. Но эта тема нигде, никогда не поднимается. Нечасто, но удается трехсторонней комиссии решать больные вопросы. С 1 декабря минимальная заработная плата у нас вырастает до 13 750 рублей. То есть она выросла на 1250 рублей по сравнению с прошлым годом. Профессоюз в настоящее время – это стержень, вокруг которого все равно люди приходят к председателю и не выжидают, что в очереди можно постоять к нему в кабинет. Такого просто нет. Это не значит, что они открывают ногой дверь, но они знают, что к этому человеку ночью позвони, утром, днем и найдешь ответ. На столе президиума Кубок Спартакиады. Символ победы – крылатая богиня Ника. Сегодня его получит председатель правкома Одинцовского водоканала Сергей Леденев. Мы выиграли спортивное мероприятие очередной раз, третий подряд. Мы участвовали во многих мероприятиях, проводимые теркомом. Мы сами организуем досуг наших работников и отдыхаем мы, и на Черное море ездим. В плане профсоюза жизнеобеспечения на 2017 год первые спортивные соревнования пройдут уже в январе-феврале 2017 года. Лыжная эстафета. Галина Поликарпова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова